То есть очень и очень интересно. Давайте я вам быстренько расскажу, или что у нас начинается уже игра. Да, начинается игра. Ставлю я запись, чтобы все, кто хочет потом посмотреть эту игру в записи, например, сейчас не может или просто хочет пересмотреть, могли это сделать потом. Записи читим на нашем сайте в разделе видео, либо ВКонтакте в разделе видеозаписи, либо на нашем канале OVN.TV. Смотрим, Брянск у нас начинает за Т. Воронеж за КТ. И мы видим очень интересную ситуацию. Ринга у нас прошел уже ПДЛ. То есть вообще его никто не прочекал. Контры почему-то решили не занимать ДЛ, либо просто его пропустили. И в итоге видим, что масс под Б был у Брянска. Но вот после того, как Ринга прошел под Аплант, дал он фут, что там никого нет. Вот он сидит у нас, вообще никого здесь нет. То есть оставили Аплант у нас, игроки сборной Воронежа. И, естественно, все его тиммейты тоже смещаются у нас под А. Не знаю, насколько это удачная идея, потому что у нас Воронеж вообще масс на зигзаге. И Ринга вообще уходит с А. Получилась такая довольно забавная, я бы сказал, заминочка. Аркад еще по центру от контров. Такая весьма нестандартная ситуация. Немножко забавно, но... В принципе, пока еще непонятно, чем все обернется. В итоге все решили пойти на Б у нас в Брянчане. Там на Дэнсе стоит один из контров. Это у нас Док. Смотрим, он за дальним ящиком. Его пытается затыкать. И в итоге резьба на ножах Док минусует. Хедшот там с Тича. Но война идет. Хос сделает минус. На него тут уже все набрасываются. И в итоге Ринга 1-4, конечно, тут уже без шансов. И первый раунд остается за сборной Воронежа. 1-0. Давайте я быстренько пройдусь по составам команд, чтобы вы все знали, кто играет в этом матче. Итак, состав сборной Брянска. Евгений Светнов, он же Ферри, капитан команды. Кирилл Калинкин, он же Ринга. Роман Косоротиков, он же Кос. Николай Вахрушев, он же Шторм. И Александр Кулешов, он же Стич. Состав сборной Воронежа. Максим Гафонов, он же Док, капитан команды. Михаил Власов, он же Сол. Артем Щеблыкин, он же Мэн. Денис Давыдов, он же Виртик. И Артем Кунегин, он же Хоукер. Вот такие у нас сегодня играют игроки. Брянск начал с первого проигенного раунда. Но вообще, вот эта игра, она будет очень интересной. Это фавориты своей группы. Это последняя игра в группе А. И опять я, давайте все-таки вам расскажу о ситуации в группе, раз у нас тут отдача. Думаю, можно немножко, немножко отвлечься. Хотя, вот неплохой заход на веб-план. Я вижу, от Брянчан. Деглы в деле. Причем я вижу Фамасу. Контров, в общем-то, деглы против Фамасов. Кто знает, чем все закончится. Ринга делает минус, Тиш делает минус. И один в два Хоукер остается с Фамасом на грибах. Ну, смотрим, что у него получится из этой ситуации извлечь. Если раунд этот контрарь не будет отдан, то это будет очень печально, очень прискорбно. Потому что отдача, взятая Брянском, это очень-очень будет здорово. Они играют за терроров. И раунд за Брянском. Один-один. Молодцы. Так вот. В группе А у нас 4 команды. Это Брянск, Белгород, Орел и Воронеж. В группе Б у нас Тамбов, Липецк, Сарайоскол и Курск. И ситуация в группе А у нас следующая. На первом месте Брянск вместе с Воронежем. Как раз-таки они фавориты своей группы. И сегодня у нас последняя игра. В группе А. И эта игра у нас расставит все по своим местам. Мы узнаем, кто же выйдет с первого места, кто выйдет с второго места и кто с третьего. Мы уже знаем, что с третьего места у нас выйдет сборная Белгорода. У них должен был быть сегодня матч с Орлом. Но в итоге сборная Орла отказалась. Она не видит смысла в этом действии. И в итоге третье место за Белгородом. И они выходят из группы, потому что из группы ходят целых три команды. Вторые и третьи места играют между собой. Стыковой матч. А первое место проходит сразу в плей-офф. И вот сегодня как раз-таки Брянск и Воронеж спорят вот за это первое место. Кто же пройдет сразу же в плей-офф чемпионата, а кому придется встречаться с третьим местом другой группы. Вот это будет у нас очень интересно. Тем более обе команды очень сильные. И Брянск и Воронеж показали отличную игру в групповой стадии. Две игры, обе победы. И сегодня мы увидим, кто же сильнее. Сборная Воронежа или сборная Брянска. Смотрим вам дачу контрол. В этом раунде, конечно, серверы не должны... Что же делают Воронеж, а? Теперь на своей отдаче они решили показать супер-класс. Два минус уже есть. Ситуация 3 в 3. И при этом один дигл. Один дигл есть у контрол. Вот он на ДЛ, минусует Хоукера. И ситуация 3 в 2. Док с ДЛ, подходит Сол с Зигзага. Посмотрим, может вдвоем сейчас зажмут. Нет, вдвоем не получается. И раунд... Не особо уверенно, но взят сборная Брянска. 2-1. Брянск впереди. Напоминаю, что игра проходит по системе B103. То есть мы увидим сегодня как минимум две карты. Ну и соответственно как максимум три карты. Первая карта ДАС-2, вторую и третью я сейчас вам скажу. Сейчас у меня откроется чатик, и я посмотрю, что у нас там. Следующая карта ДНУК, и если понравится, у нас будет карта ДТРАН. Даже странно, что мы сегодня не видим Инферно. Прямо я уже привык, что команда играет Супер Дефолт, даст Инферно там, ну, Нюк Трейн в качестве этой карты. Но вот сегодня Инферно мы не увидим. Пока у нас отдача у контров, еще одна, еще станет 3-1. Давайте-ка я быстренько загляну в чатик, что у нас там происходит. Возможно, там что-то интересное. Может быть, кто-то сообщает нам что-то интересное. Ну и в целом, конечно, всем вам привет, господа, которые сидят в чате. Есть ли у Смоленска своя сборная? Вот почему-то постоянно спрашивают про Смоленск. Видимо, много у нас фанатов именно этого города. Даже не знаю почему, но, к сожалению, Смоленск в этом турнире не участвует. Но вот, насколько я знаю, это пробный турнир. Возможно, в будущем будут проводиться другие турниры. И, возможно, городов-участников будет больше. Если честно, я не знаю, поэтому... Но хочется на это надеяться, потому что чемпионат действительно интересный и нестандартный. Так, ну, вроде больше в чате ничего интересного нет. Возвращаюсь в игру. Смотрим Маст-Центр. Решили сделать Брянск. Возможно, убивают Шторма. К сожалению, они смогут выйти на Центр грамотно. Не справляются со стрельбой. Вернее, просто Соло его перестреливает. В этом микромоменте он оказался чуть-чуть получше. А, ну, сейчас мы все-таки, наверное, увидим сплит на Б через Центр, через Тёмку. По крайней мере, Стич у нас есть на Б. И остальные выходят через Центр. Ай-яй-яй, Рингл умирает с ВП в руках. Как же так? Не смог он убить Соло. Уже второй минус от этого игрока. А, ну, наконец-то, Кос его разменивает. Ну, тут уже Дог включается в игру. И Стич у в Тёмке, но без шанса. Без шансов ему даже выйти не дадут из ЛНЛ. И это мы именно и видим. 3-2. Я чувствую, что сегодня у нас будет действительно серьезная борьба. И никаких таких простых игр мы не увидим. Вообще, я думаю, даже будет 3 карты. Потому что, ну, действительно, команды две, обе. Обе команды очень серьезные. И, пожалуй, обе достойны выйти с первого места. Но вот, кто сегодня сильнее, кому сегодня больше повезет, мы увидим в течение этих пары-трех часов. Пары-тройки часов, да. Я думаю, так. Кстати, хочется отметить, что сегодняшний матч начался без особых задержек. Минут на 15, наверное, затянулся. Затянулся в старт матча. Но это нормально. То есть, обычно задержки гораздо больше. И не только на этом турнире. Вообще, на всех турнирах задержки обычно как минимум минут 20-30. А то и 6 часов бывает на России, например. Вот. Так что хочется отметить еще раз хорошую организацию турнира. В основном, если какие-то есть проблемы, то они уже из-за игроков, которые там где-то шляются, я не знаю, опаздывают. И иногда будет пробьем с интернетом. Все-таки у москвичей, у питерцев ситуация с интернетом получше, чем в городе. Да, не столь отдаленных. Но, тем не менее, сейчас интернет бурно в России развивается. И я думаю, что скоро все будет вообще стабильно. И... Отлично! Именно саддока. Просто невероятно он зачищает Аплант. Ладно, давайте вернемся в игру. Не будем слишком отвлекаться на интернет и на географию. Причем хочется отметить, что это была закупка. Была закупка у Брянска. Вижу, я в ПУ Ринга, то есть у остальных были ганы. То есть великолепная игра. Великолепная игра от Воронежа. Счет 3-3. Несмотря на вот три отданных раунда. Несмотря на отданную отдачу, Воронеж быстро выпрямился. Оправился от этого шока, от потрясения. Во втором раунде. И вот потихонечку набирает раунды. Посмотрим на пинг. Вижу, я что пинг у Воронежа получше. Получше, чем у Брянска. Примерно в полтора-два раза. 20-30, а у Брянска 40-50. Причем ближе к 50. Но в целом нормально, играбельно. Конечно, у Брянска на грани. Но, тем не менее, играть можно. Но осторожно. Отдача у Брянска. Счет у нас 4-3. С пользой сборной Воронежа без проблем расправляются с пистолетами. Игроки. Воронежа. Есть ли Москва в этом турнире? Нет, Москвы нету в этом турнире. Давайте я вам назову остальных участников. Группу Б. Группа, потому что я уже назвал. Группа А это у нас Брянск, Белгород, Орел и Воронеж. А группа Б это Тамбов, Липецк, Старый Оскол и Курск. Вот. Но опять же, Чернозем онлайн матерс. То есть Чернозем. Ключевое слово Чернозем. То есть Черноземье. Ну, как бы Москва сюда не особо как бы входит. Так что Москвы здесь нету. Ганвараунд от Брянска. То есть за кубочка смотрим, что они придумают в этом раунде. Вижу, что у нас есть аркада от контрол по ДЛ. Тут у нас Хокер. Его прикрывает его Мэн. Но пока не рискует. Не рискует Хокер выходить прямо совсем в агрессивную аркаду. А вот Шторм рискует и, к сожалению, умирает на центре. Ферри разменивает. Ферри, капитан команды. Ну, капитан сборной Брянска. Я уже привык называть их командами. Хотя, конечно, это просто миксы игроков. Командами назвать это очень сложно. Отличный минус от ДОКа. Великолепный АВП. По-моему, это же сейчас он попал кому-то в ногу. Через, ну, прострел, я имею ввиду. По-моему, косо. Ох, Стич минус 2. Убивает Стича. И ситуация 1 в 2. Давайте посмотрим за Стичем. Он уже сделал 2 минуса в этом раунде. Возможно, сделает и еще 2. Почему нет? То есть, если он делает 2 минуса, то почему бы ему не сделать еще 2 минуса? Казалось бы, какая малость. Вот, делает он 3 минус. И 1 в 1. Сол. 100 хп. М-ка. Диффузы есть. И бомбу Стича. Сол его прекрасно слышит. И сейчас уже у нас хитрит. Хитрит Стич. Видимо, думает, что Сол будет подниматься на ап. Будет его чекать. Но этого не происходит. Сол у нас просто держит КТ-респ. Вот теперь слышит Стичу точно. Простреливает. Не успел я увидеть, задел или нет. В итоге 67 хп Стича. Вроде как и не задел. Ой-ой-ой. Задевает, задевает. Стича 36 хп. А Сол тоже 39. Стич не остается у нас. Снова забыл я это слово. Один раз у меня же было во время стрима. Именно в таком уже предложении. И я забыл вот слово не остается. Вот бывает у меня. Печалька. Ну ладно. Смотрим. Смотрим на этот момент. И в итоге Сол убивает Стича. Раунд за сборной Воронежи 5-3. Но, кстати, в прошлый раз я это слово вспомнил. Буквально через минуту. Возможно, сейчас он мне приедет в голову. Ну, может мне чат подскажет, а? Не остается в ком. Не остается в ком. Ребята, ну что же я имел в виду-то? Объясните мне. Так, ну а пока вы пишите в чате предположение, что я имел в виду, мы смотрим на раунд за копочку Брянска. Первый минус от Дока мы уже видим привычный минус СВП от него. Причем такие довольно стабильные. И сейчас Брянск у нас разбрелся немножко по карте. Шторм пытается что-то сделать на Б-планте. Один причем. Отличный минус от Дока. Отлично он держит нолик. И в итоге там Ринга, Кос, боюсь, что сейчас придется им тоже не сладко. Док в итоге отходит на Аплант. Немножко им полегче стало. И перетяжка на длину. Там у нас Холкер. Давайте посмотрим именно за ним. Ой-ой-ой, не справится со своей позиции. Но тут опять Док. Док просто везде. Куда ни пойди, везде Док и везде его АВП. Однако Док убивают. И в итоге 2 в 3 ситуации. Есть АВП у Виртика. Солл Мэн с ганами обычными. И в итоге Шторм и Кос у них очень мало ХП. 16 и 4. 20 ХП на двоих против 200... Ох, это дабл что ли был? Я пропустил. Да, это был, судя по всему, дабл. И счет 6-3. Красота. Волевые полубай от Брянска. Калаш, Галил, 3 дегла. Но, к сожалению, у них пока ничего не получается выйти на Б. Даже просто их дают. Тут Виртик своим АВП. Тут уже и Док сзади под своим АВП. Третий минус от Виртика. Возможно, будет на хайлайд. Давайте посмотрим. Совершенно без шансов в этом раунде для Брянска. Тут уже Док с нижней темки. И в итоге 7-3. Как-то прямо Воронеж совсем... Стал тащить. Жестко. Жестко играют, ребята. Вот, я вспомнил слово, что я хотел сказать. Не остается в долгу. Вот, что я хотел сказать. Ну что же. Гугл мне помог. Вот в том раунде у нас, по-моему, Сол. Не остался в долгу. Или кто у нас там оставался? Нет, Стич. Стич-то не остался в долгу. Нахалил тоже своего противника. Ну ладно. Вернемся мы от этой ретроспективы к этому раунду. У нас тут попытка Брянска выйти на Аплант. Причем попытка не плохая. Но тут же в игру включая... Ох, Ринга минус 2. Док с Диглом. Док вообще показывает себя невероятно. В этой игре. Да и в прошлых играх он жестко тащил. Постоянное минус СВП. Сейчас Дигла просто тоже в порядке. Стоит пересмотреться к этому игроку. Стоит пересмотреться. 8-3. Воронеж впереди. Ну и Брянску пора уже вспоминать, что они играют за Тена на Дасе 2. Пора набирать раунды, ребята. Пора набирать раунды. Иначе так вся игра и пройдет по диктовку Воронежа. Смотрим. Ферри, Хертан Команды, Ринга под Б. Шторм, Кос под А. Истич у нас вообще что-то танцует на Респе. Я вижу, вот он не определился пока, видимо, со своим местоположением на этой карте. Док заходит в аркаду. Хокер делает минус. Видно, что Воронеж очень прямо агрессивно действует. Не боятся, не зажимаются на карте. Очень смело. Очень, очень свободно. Контролирует прямо всю карту. Спокойно аркадит. И в итоге делает минус. Отходит. Все под контролем. Брянску надо срочно что-то с этим делать. Потому что видно, что Брянск зажимается. Видимо, не ожидали такого напора от Воронежа. И нужно что-то делать. Правда, нужно. Как связаться с комментатором в социальной сети? wiki.com slash gglao Потом еще будет, конечно же, написано заставочки между играми. Так что... Ну и вообще, я не устану. Повторяйте, всегда добавляйтесь. Всегда добавляйтесь. Вернее, не всегда добавляйтесь. Всегда добавляться очень сложно. Добавляться можно один раз. Я не устаю всегда это повторять. Добавляйтесь ко мне в контакт. Я с удовольствием всех добавляю. Это, во-первых, относится и практическую задачу. И вообще мне приятно. А практически в этом смысл в том, что... Когда я включаю музыку, например, перед стримом, то вы можете увидеть ее у меня в статусе ВКонтакте. У меня тогда все транслируется. И дабы не задавать вопросы, что за музыка играет, вы можете просто зайти ко мне на страничку. И видишь, что же у меня играет. Потому что музыку я включаю именно оттуда. Ладно, хватит нам отвлекаться. Смотрим, что у нас придумает Соло в этой ситуации. Ринга 3 хп. Ферри полностью живой. Но шанс у Соло есть. Нужно вначале убить Ринга. Нет. У нас что-то пролагало хлтв. И в итоге мы видим, что четвертый раунд остается за Брянском. Брянск вот внял. Внемлил. Внял, моим словам, конечно. И начал, похоже, тащить. Возможно, дело в пинге. Не знаю. Все-таки не очень удобно играть с пингом. 45 против пинга 20. А то и 15. Но прямо каким-то оправданием, я думаю, служить это не может. С холдого раунд от Брянска. Видим мы, что Воронежа купляет длину. Видим там Хоукера в упоре. Док с АВП наверняка. Да, естественно, док с АВП. Ох, два минуса от Ферри. Он просто заходит один на Б-плант. Полностью его защищает. Шторм сейчас будет отрезать КТ-рес. Но пока ситуация выглядит хорошей. Для Брянска нужно главное... Сейчас Шторму не умереть. Глупо. А сделать... Вадим его поворачивает со спиной. Крагу. Ну что ж такое-то? Где минуса? Минусует Дока. Док тоже растерялся. Отличный минус от Шторма с АВП. Не растерялся и Шторм. И в итоге раунд за Брянском. 8-5. Брянчане. Брянчане забрянчали. Так, все продолжение. Простите, мой один ВКонтакте. Сейчас я вам напишу в чате. Господи, успокойтесь. Сейчас я вам все напишу. Вернее, напишу я вам после этого раунда. Будет отдача у одной из команд. Я думаю, особенно если Брянск возьмет раунд. Пока у них это не особо получается. Видимо, что начальные минуса у нас за Воронежем. Виртик очень красный. 25 кп. Отличная аркада от Виртика. Умирает Шторм. И в итоге 2-4. Коз и Ринга на нуле. Тут уже Мэн подходит с центра. Хокер контролит в упоре сигзаг. Докс ВП длину. И Виртик у нас на ДНС держит Б-плант. В общем-то, особо не рискует. Спокойно держит свои позиции. И тем самым вынуждает Брянск на какие-то действия. Потому что вечно ставить Брянск на нуле не может. Нужно что-то делать. Ну и пока они стоят у нас. Я все-таки напишу вам. Напишу. Ссылку на свой ВКонтакт. Не дабы все страждущие могли меня добавить. Готово. Отправлено. Отличный минус от Ринга на зигзаге. Возвращаемся мы в игру. Коз пытается выйти через центр. Ну и даже Минус. Справляется со стрельбой. Тут уже ВСБ его поджимает. Промахивается Док. Неужели что-то странное? Док промахивается. Обычно Док у нас не промахивается. Док обходит. Обходит. Ну нет Минуса. Нет Минуса. Судя по всему белый. Белый Ринга. Вот теперь он прозрел. И 1 в 2. Промахивается. Оба промахиваются. Ставится бомба. Уже 4 секунды. Будут его резать. Не знаю убивает. Лишь ты минус от Ринга. И второй минус будет или нет? Нет не успевает. Не успевает он поставить бомбу. Раунд за Воронежем. Счет 9-5. А жаль. Сейчас бы если бы он в последнюю секунду сделал второй минус. Это был бы просто невероятный клатч раунд. Но не сложилось. Не сложилось. И мы смотрим на последний раунд в первой стороне. Я бы посоветовал Брянск этот раунд брать. Потому что за контрфем будет не так просто начинать с 5 раундами. Не так просто. Спасибо Грише. Я не Гриша. Не Гриша. Не Гриша. Я что же вы все время меня путаете. Георгий это Гоша. Григорий это Гриша. Вроде как в принципе должно быть это совершенно очевидно. Потому что Гр. Григорий. Гр. Гриша. А вот у Георгия нету Гр. У него Георгий. Ну ладно. Я уже к этому привык. Давно не обижаюсь. Тем более я сам иногда путаю там Виталиев с Витями. Так что ладно. Смотрим за игрой. Масс-зигзаг пытается сделать Брянск. Или даже Масс-центр. Да похоже Масс-центр. И там у нас Мэн на центре не дает им ничего сделать. Выйти он им не дает. Видим мы что Брянск какие-то проблемы с открывающими минусами. Мне конечно на ум сразу приходит тот раунд на Б-планете от Ферри. Где он просто вышел и сделал два минуса. То есть открыл полностью Б-планет в одиночку. Сделал два открывающих минуса. Но вот помимо этого момента что-то я прямо таких ярких эпизодов и не могу вспомнить. Как-то все вот происходит под диктовку контров. Троли выходят и не делают минусов. Причем даже не делают размянов. То есть два человека выходят и оба умирают. Но это не дело. Пора браться за мышку. И как-то ей управлять немножко поточнее. Немножко. Очередной минус за сборной Воронежа. Ринга и Кос 2 в 5. 1 в 5. Вот пытается по одиночке как-то действовать брюнчане. И в итоге ничем хорошим для них это не оборачивается. Ринга в 12 хп. Бомба по-моему... Да, бомба выбита на Б-планте. При этом почему-то один туда пошел у нас террор. И это сейв в последнем раунде. Ну, забавно. 10-5. Смена сторон. Не имеется. А почему качество не лучшее при просмотре стрима в HD? А, кстати, да. Качество не самое лучшее. Я постараюсь это исправить после этой карты. Потому что вчера лагал Овнет, к сожалению. Ну, тот сервис, через который мы стримим. И пришлось немножко понизить качество. Сегодня вроде как лагов нет. У меня ни одного кадра не дропнуто. То есть все отлично. И просто забыл я чуть-чуть повысить качество. И после вот карты я обязательно это сделаю. Чтобы всем, кому хочется не видеть квадратики, хочется видеть отличное качество, мы могли этим насладиться. Как-то я совсем забыл извинять. Врыв на Б-плант от Воронежа. Отлично минус от Соло. Ну, как же так? Контры. Ну, ни одного минуса не сделали. Контры. Это, конечно, вообще неприемлемо. Просто дали зайти на Б-плант, поставили бомбу. Это... Это очень плохо. Очень плохо. И один стран с Воронежем боюсь, что таким образом карта может закончиться довольно быстро. Да, Бешан заходит уже в спину док. И тут, конечно, 4 в 1. Просто сейчас задавит бедного стича. Да, 11 в 5. Учитывая, что в ближайший раунд у нас будет отдача от Брянска, возможно, еще одна отдача, в зависимости от того, захотят на нее ВПшки или нет, Воронеж идет далеко в отрыв, и Брянску придется, откровенно говоря, нелегко. У них, конечно, есть еще карта в запасе, где они могут отыграться, но как-то все это пока выглядит очень и очень призрачно. С такой игрой пока я не знаю. Не знаю. Надо бы им справляться. Ждем окончания этого раунда, видимо, что отдача Брянска. Тут, конечно, без шансов для брянчан. У них, по-моему, даже нет ни одного дегла, и с виспами придется им очень и очень туго. Тем более, видимо, что засаду они сделали у нас на зигзаге. Укрепили А-плант, а там, в общем-то, никого и нет. Воронеж проходит на Б-плант, ставит спокойно бомбу, этот раун останется железно за ними. И давайте посмотрим за доком. Вот Рингу у нас вообще, что-то стоит, любуется на стенку. Не знаю, что с ним случилось. Возможно, что-то интересное. Не написано, может быть, кто-то на заборе. Знаете, на заборах пишут всякие разные интересные вещи. Вот, может, если я что-то написал, и Рингу решил это разгадывать. Вот, 12-5, 12-5, Воронеж у нас уверенно набирает эти очки в свою корзиночку, в свою копилочку. И Брянц делает еще одну отдачу. Вижу я, конечно, Хаешку, возможно, уже кого-то дигал, но не более того. Снова, кстати, Брянск укрепляет аплант. Видим мы укрепление зигзага. Ринга вообще, по-моему, стоит АФК. И на КТ-15 давайте посмотрим именно за ним. Где у нас Ринга? Ринга у нас, да, Ринга АФК. Похоже, что-то у него случилось. Возможно, кто-то пришел. Кто-то ушел, не знаю. Всякое бывает. Но факт в том, что Брянск сейчас... О, забегал Ринга! Ну что ж, надеюсь, что Брянск воспрянет от такого великолепного события и начнет давить. Конечно, не в этом раунде. На Брянск выходит аж три дула. И в итоге счет у нас станет уже 13-5. Ну и, наконец-то, окончание этой игры. Возможно, а возможно, нет. Смотрим за Брянском. У них гановый раунд. И если они хотят в этой игре что-то показать, то, ну, именно на этой карте, то им пора бы уже набирать раунды. Причем отдавать раундов нельзя, потому что Воронеж возьмет раунд. 14-й там будет отдача, 15-й раунд. И в итоге это будет ГГ. Так что ни раунда, ни раунда отдавать нельзя. Укрепили брянчаную длину. Целых три человека здесь было. Ринга, естественно, ушел смотреть зигзаг. Ферри у нас один на Б. И Шторм контролит центр. Воронеж при этом упал на хул. Пока не спешат. Все у них размеренно. Видимо, хотят довести победу до своего логического завершения. Без всяких каких-то эксцессов. Без лишней нервотрепки. А просто спокойно, методично сделать свою работу. Но вот получится у них это или нет, мы сейчас увидим. Выход на центр. Сборная Воронежа. Смотри, как тут походит еще и на Б. Да, сейчас будет мэн выходить. И будут напрягать бедного контра на Дэнси. Бод на сфере. Его сжимают с двух сторон. И отличные минусы от Воронежа. Все у них получается. Отличный минус от Дока. Дождался он. Дождался, отрезал в итоге коса. И сейчас будет еще отрезать катерез. Да тут уже даже не отрезать. Придется убегать с Тичем. Это сейв от контролов. И 14 раунд в копилочке Воронежа. Естественно, совершенно разумное решение заселить в оружие. 2 в 5 без шансов. И если они все-таки его сохранят, то в следующем раунде смогут их тиммейты докупиться. Будет такой последний раунд последней надежды. Last Hope. И на этом все. Да, Докубочка при этом Докубочка очень плохая. Диглы, Фомасы, на больше денег не хватает. При этом у Ринга я вообще вижу супероружие. Давайте посмотрим, что же он с ним сделает. Возможно, Слава Колуна не дает покоя нашему Ринга. Да, видимо, уже такой полуфан пошел у сборной Брянска. Вряд ли Ринга у нас является прямо Колуном номер 2. Я бы понял, если бы это был Кек, например, или действительно Колун, тогда бы я бы еще понял, почему они не попали от оружия. Но Ринга, к сожалению, умирает, причем умирает от Глока. И 4 в 4. Воронеж пока не решил, куда пойти. Видишь, перетяжка через Рес, будет выход на Б-план, там у нас Ферри. Ферри на планте, укрепление зигзага и стич у нас на зигзаге тоже. Ну, посмотрим, посмотрим за Ферри. Он с ВП на Дэнсе, его убивает, ну как же так, не справляется с ВП. Не сделал вообще ни одного минуса. И теперь должна быть ВП, быстренькая. Шторм убивает Мэна. 3 в 3 ситуация. Заходит на В-плант, ставится бомба. И если Брянск не справляется, не справляется с этим раундом, это похоже ГГ. 1 в 1, Холкер против Коса. И раунд за Брянском, но вот непонятно успеет ли он раздиффузить. Диффузов нету, рядом похоже тоже ничего не валяется. И вот успеет он раздиффузить или нет, это большой вопрос. Смотрим, должен успевать. Таким образом, раунд... Нет, не успевает. На последних моментах бомба взрывается. 15-5. И похоже, это конец для Брянска. По крайней мере, на первой карте. У них плохая закупка. Снова ФАМАС и снова Диглы. С деньгами все печально. А вот у Воронежа, наоборот, все с деньгами отлично. У них калаши, у них даже, наверное, есть АВП. Или нет, решают без АВП играть. Да, даже странно. Док у нас с АВП очень хорошо штамповал. Но поскольку получается без АВП, то никаких преднази. Думаю, предъявлять не стоит. Аркадов Контров по длине. Там, может, кто-то с дробовиком или мне что-то мне показалось. Послышалось? Нет, не послышалось. Вот он, дробовичок у Контров. Понимают они, что эту карту им уже не взять. Это фан. Опустились руки у Бринчан. И, к сожалению, первая карта наверняка останется за сборной Воронежа. Причем я вижу, что один из Бринчан вообще вышел с сервера. Не знаю, в чем причина. Может быть, проблема с интернетом. Ринга. Вижу, что Ринга вышел. Вышел с сервера. Думаю, сейчас мне сообщат информацию, в чем дело. Может быть, какие-то внутрикомандные проблемы. Может быть, что-то еще. И в итоге это ГГ. Это ГГ. 16.5. Первая карта. Довольно легко отправляется в копилочку сборной Воронежа. Субтитры создавал DimaTorzok